Чудо-два Улево Улево Принка Принка Отходи, отходи, отходи. Кай, Канганта. Мы хайо, Елена. Ихтаму не попал. И третий попал. А чё это? Мы тоже хотим. А, Канганба, Кай! А, чё? Игра? Да. Смотрим. Идём отсюда. Всё, надо что-то. Держите. Вон иди проси. Нет, я боюсь. Как ты на это? Иди к вам. Девушка, не присаживайтесь. А погладить можно? Они не приручены к рукам. Если руки будете к ним сувать, они могут подумать, что вы хотите ударить их или что-то сделать, они могут атаковать. Поэтому нельзя руки сувать. Не помладить, трогать себя, не давать и грязными будете. Иди к вам. Угу. 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 Один секунд. Не один. Вот он один. Вон он второй. Всё, не дам больше. Пойдёмте дальше. На интернет. Покажем. На интернет. Акадийский, а как раз, он является кирокомины. Угу. Угу. В России камышовых котов не водятся, это два котенка, это ваш шнурок зовут, он тот, который вдоль забора берли. Его зовут Витер. Эти коты считаются эндемиками нашего края, в других районах такие практически везде не обитают. В отличие от домашней кошки, они отличаются от агрессии и тем, что они никогда не могут. Общаются такие коты в основном всегда шипением и вырастают довольно большими. Такой кот может вырасти до 80 сантиметров в длину, а высоту могут до полуметра вырастать. Шнурок дома лучше не заводить, в отличие от домашней кошки их не агрессия может привести к печальным последствиям. а еще они жутко вонючие. Вонючие мочевые? Да! Они к рукам практически не приручаются, они дрессируются и никогда не поймешь, чего от него можно ожидать. Некоторые люди экспериментируют. Бывает так, что кот привык одному человеку, но отношение у них как раб и хозяин. Раб это конечно же человек, самому его не погладить, не приласкать, только если кот сам к тебе подойдет, захочет. Но от остальных домочадцев придется избавиться. Эти родились здесь, все время с людьми, ему всего лишь год, поэтому и считается котенком. Где-то сантиметров 80 у них длина, и вот где-то до полуметра вот такие вот они здоровые. Они в природе бегают, но видите, вот автокрометом нереально. Они в основном призывистые, всегда к земле прижимаются и ходят на полушетные стекла. Он довольно любопытный. Здесь они нормально на территории, не без стычек конечно, но ничего серьезного, в основном как и постоянно убегают. Это кот, это котенок еще, а взрослые это сколько? До 3-х лет. Они будут считаться котятами. В этом вольвере у нас живут самец и самка белоплечих орланов, это самый крупный подвид орланов, который выводится на территорию леса. Вот это перепадка на самец, а чердашки и самки. Большая часть таких орланов берет нас заходить на конца. Самый лишний, самочка у них все же крупнее, чем самец. У этого вида самка может вырастать до полутора метров в росте и веса набирать килограмм 10. Самец весит меньше 6-7 килограмм, а ростик у него где-то метр, не растает. Размах крыльев у них больше двух с половиной метров, крылья очень сильные, они килограмм 15 могут унести с обедской грани. Бывает тушу, когда они нападают, а ума не едят. Но не особенно таковое, эти орланы не едят. Если они нападают на кого-нибудь живого, выедают они внутренне. А всю остальную тушу они оставляют на их где, как приманки. Орлашка. Наши еще молоденькие, самцов всего два года, а самочки четыре года. Баловой зрелости они достигнут только к семи годам, а в природе могут жить лет 30-35, если на чучело никто не пустят. На Сахалине их не любят, основной рацион такой птицы составляет рыба. Сами по себе они, рыбаки плохие, они за ней не ныряют, выхватывают ее с поверхности воды. А в сезоне нереста они отбирают рыбу у рыбаков. Для этого они могут объединяться, 3-4 штуки нападают на человека и отбирают рыбку. Орлашка. В общем, парк их нельзя, так как они территориальные и садят те, кто там будет. Поэтому и садят в садельном все. И бордбе. Садимся с этим. На Unger Chiune и садят мне. Тебе гамма не Algun. На Сахалине. Тебе, это, как патрицы, может быть. Можем садим садим. Къем садим садим. Когда я solicit переводит, Патрица, в К target Моя. Патрица, в Кои. Патрица. Можем садим в кончик. Можем садим.